Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этой неделе сотрудники администрации зафиксировали факт самовольного разрытия территории. Предприниматель из Ростова-на-Дону решил разобрать тротуарную плитку в центре города. В районе Центрального рынка и кафе «Пассаж» предприниматель самостоятельно приступил к демонтажу тротуарной плитки и подготовил строительные материалы. Проверяющих заверил – все документы в порядке, разрешение на реконструкцию территории получены. При проверке оказалось, документов нет. По факту нарушения сотрудники администрации составили протокол об административном правонарушении. Предприниматель должен оплатить штраф в 30 тысяч рублей. Если нарушитель не согласен с таким решением, может обжаловать в судебном порядке. И вместе с тем запомнить – законы действуют для всех одинаково. Всю неделю мы рассказывали о незаконном строительстве на территории пляжа в заповедной зоне Большого Утреша. Застройщик не реагировал. И даже мирное собрание молодежи с призывом сохранить заповедник осталось без внимания. Работники на строительном объекте продолжали строить. Учитывая, что Анапа – курорт федерального значения с уникальными природными ресурсами, которым сегодня наносят непоправимый ущерб, незаконные стройки, анапским межрайонным прокурором Максимом Злобиным была создана рабочая группа при прокуратуре Анапы. В состав группы вошли Светлана Панькова, член Общественного экологического совета при прокуратуре Краснодарского края, Сергей Ромалаев, представитель Общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края, представители отделов Роспотребнадзор и Росприроднадзор лесничества, начальник отдела МВД Андрей Терехин и первый заместитель главы города-курорта Анапа Светлана Яровая. Власти Анапы намерены отстоять и сохранить заповедную территорию. Губернатор Кубани Александр Ткачев вручил награды казакам, защищавшим мирное население Крымского полуострова. Награды получили члены казачьих дружин за охрану порядка в Олимпийском Сочи. 3 апреля в Анапе прошла ежегодная выставка-ярмарка кубанских производителей. В этом году в пятый раз 53 предприятия Кубани представили более 2,5 тысяч наименований товаров. Здесь же руководители крупных здравниц заключают договор на поставку качественных продуктов и выполняют задачу, поставленную губернатором Александром Ткачевым, жителей и гостей края, обеспечивать качественными продуктами кубанских производителей. Награды правительства Российской Федерации урокомитета Сочинской Олимпиады нашли героев анапчан. В администрации города-курорта на этой неделе честовали серебряных волонтеров. Общественная организация в составе более 40 человек помогала организаторам Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. В благодарности за вклад в организацию проведения 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи получили 43 волонтеры из Анапы. Ежегодно 2 апреля в день рождения великого датского сказочника Андерсона весь мир отмечает Международный день детской книги. В Анапской детско-юношеской библиотеке этот праздник отметили учащиеся школа номер 2 и сказочники поэт Владимир Сопрыкин. Солдатами не рождаются, солдатами становятся. Будущие защитники Отечества доказали, военно-спортивные эстафеты способны покорить любые препятствия и преграды. Центр патриотического воспитания Ратмир и местное отделение ДСАФ – организаторы проведения комплексной военно-спортивной эстафеты. Самый первый конкурс строевой песни настроил участников соревнований на победу. И по итогам соревнований на первое место вышла команда погранзаставок от детской школы имени Героя России Николая Старшинова. Ребята представят Анапу на зональном этапе в Славянске-на-Кубане. Второй заняли представители военно-патриотического клуба имени Героя России Вячеслава Евскина. Почетное третье разделили студенты Анапского индустриального техникума и Анапского сельскохозяйственного техникума. Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Все нарушители правила застройки должны быть равны перед законом. В Анапе не разрешено строить вопреки правилам. Поплатились за бездействие. Ремонт роддома власти Анапы передают другому подрядчику. Как в Сочи, только в Анапском цвете. В парке Ореховая роща строят новый фонтан. Непрестижная, но очень нужная профессия. Работу лучших дворников в микрорайонах отметили руководители ТОСов. Правила пожарной безопасности о серьезном в игровой форме. В детском саду номер 3 «Звездочка» воспитанникам рассказали о правилах безопасности. Специалисты администрации города-курорта продолжают мониторинг застроек. Пять групп одновременно проверили соответствие выданных застройщикам документов с фактическими стройками в Витязеве. В Витязево на улице Объездной 8 нарушений масса. Выход за пределы участка, что является самовольным захватом муниципальной земли. Администрации муниципального образования город-курорт Анапа беспрепятственно выдаются разрешения гражданам, желающим на строительство объектов. Но в случаях, когда граждане отступают от выданной разрешительной документации, администрация вынуждена принимать соответствующие меры. Так мы видим, в село Витязево по адресу Объездная 8 застройщикам ведется строительство с отступлением от выданной разрешительной документации. В части выхода пятна за пределы места допустимого расположения объекта. Возводимое собственником строения имеет признаки объекта коммерческого назначения. Гостиницы с нежилыми помещениями на первом этаже. В настоящее время администрации издано постановление об отмене указанного разрешения на строительство. И формируется необходимый пакет документов для подачи в суд искового заявления. Аналогичные нарушения обнаружены на стройке по адресу Березовая 3. Разрешение выдавалось на возведение жилого дома из двух секций, а здесь выросло единое здание, три этажа с гостиничными номерами. В отношении всех застройщиков-нарушителей будут приняты решения об аннулировании разрешения на строительство. Напомним, что гостиницы и другие здания коммерческого назначения разрешено возводить до двух этажей. При этом также соблюдать отступ от красных линий и следовать всем градостроительным нормам и законам. Всего в этот день проверено более 60 объектов. И такие проверки продолжатся. Ремонтные работы в Анапском роддоме приостановлены. Подрядчик не справился с заданиями, задержал сроки выполнения работ. Первый вице-мэр Анапа Светлана Яровая на планированном совещании распорядилась передать объект другому подрядчику. Роддом отремонтируют в любом случае. В декабре прошлого года был объявлен конкурс на выполнение работ по ремонту фасада и утеплению стен роддома городской больницы. В результате проведения этого конкурсных мероприятий был определен победитель, с которым в соответствии с законом о закупках товаров и работ для муниципальных нужд был заключен договор подряда. Сумма договора была внушительная. Срок выполнения работ был определен крайней датой 1 мая 2014 года. Но подрядчик не уложился в срок и в ходе проведения работ отступил от технического задания. Недобросовестно хозяйствующий субъект начал с того, что вместо использования материалов, предусмотренных сметной документацией, начал использовать то, что ему было удобно использовать. То есть допустил отступление. Вместо утеплителя толщиной 70 мм стал использовать утеплитель толщиной 50 мм. Начал затягивать сроки выполнения работ. Учитывая несоответствие заявленных работ фактически проводимым и социальную значимость объекта реконструкции, специалисты администрации города-курорта инициировали расторжение контракта. С названным хозяйствующим субъектом заключили соглашение о расторжении договора. В настоящее время готовим претензию в адрес этого субъекта с той целью, чтобы возместить те убытки, которые вынуждено будет нести и администрация, и городская больница, и объявить новый конкурс. В настоящее время вся конкурсная документация готова. Я убежден, что к середине осени 2014 года капитальный ремонт фасада здания роддома будет завершен. Качество выполняемых работ по реконструкции здания роддома и сроки контролирует администрация города. Санитарная пятница в Анапе – повод выйти на улицу и навести порядок на прилегающей территории. Работники системы ЖКХ в течение недели приводили в порядок бордюры, тротуарную плитку и газоны. Анапа активно готовится к приему гостей. Еженедельно проводятся санитарные пятницы. Порядок наводят в парках и скверах. Ежедневно ремонтируют дороги, тротуары. Проводятся работы по благоустройству улиц. Часть улицы Кати Соловьяновой уже отремонтирована. В прогулочной зоне высажены молодые деревья, перестелена тротуарная плитка. Сейчас идет ремонт колодцев. Они будут одного уровня с асфальтом. Проезд по правой части улицы временно перекрыт. Поэтому, планируя поездку, прокладывайте маршрут в объезд этой улицы. Стихийные парковки на газонах, которые так беспокоили местных жителей, в будущем станут невозможны. Высокие бордюры не позволят водителям въехать на зеленые газоны. Перед зданием городского театра напротив центрального хода проводятся работы по благоустройству территории. Новые декоративные туи и цветник станут украшением клумб у театра к летнему сезону. Наведение порядка в городе – их профессия. Руководители территориальных общественных самоуправлений и жители Анапы определили лучших дворников в микрорайонах. Отличившихся в работе наградили подарками и поблагодарили за добросовестный труд. О двух представительницах этой профессии далее в сюжете. В любое время года с 7 утра дворники убирают улицы, собирают мусор, подметают дорожки, посыпают тротуар песком в гололедицу. Анна Бутенко в этой профессии 12-й год. Более 40 лет назад закончила училище. Приехала в город-курорт с группой студентов и осталась. Проработала 32 года обработчиком вин и винматериалов на Анапском винзаводе. Дома подрастала маленькая внучка. И Анна Васильевна не могла много времени уделять работе. Нашла работу рядом с домом. Знает, как добиться успеха в любой профессии. Ну, трудолюбие – это в каждой работе должно быть. Если не будет трудолюбия, это считаете, что не работа. Анне Васильевне 64 года. Полна силы и оптимизма. Главная причина – работа на свежем воздухе. Начинала с уборки во дворах нескольких домов в районе Высокого берега. Улицы Ленина, 40-летие Победы, Крылова. Сейчас бульвар Евскина преображается каждое утро благодаря Анне Бутенко. Нелегкую работу дворника усложняют горожане. Не понимают чистота и порядок, ручной кропотливый труд. Люди идут и тут же бросил. Только поднял мусор, тут же это самое. Вот эти стройки тоже нам иногда мешают. То пенопласт летит, то еще что-то. Машины вот это припаркованные. Это нам же надо все прометать, а не стоять тут даже и ночами. Работа этих тружеников сразу видна. Если на тротуаре мусор, мы вспоминаем о дворниках. Когда вокруг все чисто, не обращаем внимания, принимаем как должное. Улицу Гребенскую от улицы Крымской до центрального пляжа чистит Мелания Коноплина. Год назад приехала в Анапу из Ростовской области. Раньше работала на ферме разнорабочей, собирала урожай плодовых. Дворникам трудится полгода. Порядок, чтобы был в городе и чисто, чтобы было все. И чтобы люди не бросали мусор нам. Уважали нас, наш труд. Мы для них же это все делаем и для себя. В курортный сезон работы у дворников прибавляется. Но лучших в своей профессии это не пугает. Самые требовательные к своей работе и ответственные убирают свои участки. Поддерживают порядок в Анапе. К другим темам. Новый фонтан начнет работать летом в Ореховой роще. Благоустройство и зеленение курорта продолжается. Анапа должна встретить гостей при полном параде. Такую задачу поставили власти города. На месте цветочной палитры в Ореховой роще набирает сил цветочный фонтан. По плану музыкальный с подсветкой. Такой же построили к Олимпиаде в Сочи в Амеретинской долине. Цель того фонтана была в Амеретинке – это притянуть удачу, победу сборной России в Олимпиаде. Удивление наше в очередной раз получилось. Идея, заложенная при строительстве фонтана в Анапе – привлечь больше отдыхающих. И чтобы после отдыха летом гости возвращались в наш город. Фонтан спроектирован в виде цветка диаметром 8 метров. С выступающими округлыми десятью лепестками, шестью вертикально пьющими строями воды и по кругу дополнительные фонтанчики. Авторы проекта строительства называют цвет будущего фонтана анапским. Облицовка будет цвета золотистого песка. Молодые депутаты ЗСК выступили с акцией «Арт-передвижники». Совместно с преподавателями Кубанского государственного университета культуры и искусства они организовали группу профессионалов, готовых поделиться опытом в актерском мастерстве, хореографии, сценической речи, режиссуре, организации шоу-программ и других направлениях культурной деятельности. И эта группа посещает крупные административные центры края. Анапа одна из первых откликнулась принять арт-передвижников. 15 художественных коллективов, преподаватели анапских школ искусств, отдельные танцоры и солисты подали заявки на участие в мастер-классах. Арт-передвижников принял совет депутатов города-курорта и гортеатр, выделив лучшие помещения для проведения бесед и занятий. Акция в данном направлении рассчитана на аудиторию, которая собирается поступать в институт, развитие именно культуры, потому что без культуры, в принципе, наше общество существовать не может и не должно существовать. Потому что культура Кубани у нас на высоком уровне, и хотелось бы, чтобы это оставалось так же. Эстрадный вокал, современный народный танец. По трем направлениям проводились мастер-классы в Анапе. Художественные коллективы «Самоцветы» из Юровки, «Ахпюры» из ГК «Одзора», «Карнавал», «Надежда России», «Каскад» прибыли на необычные уроки без опоздания. Еще бы! Мастерство исполнения, например, народных танцев преподавал профессор Кубанского университета культуры. Провести мастер-классы, поговорить с педагогами, поговорить с детьми, поговорить о их настроении, о их понимании жизни, что они хотят. И еще привлечь ребят, чтобы они свою дальнейшую жизнь связали с искусством, и, конечно, чтобы они очутились в наших стенах нашего прекрасного университета. Правильная балетная разминка с элементами движения народного танца. Как добиться такого слияния? Чтобы танцор впоследствии выполнял па безукоризненно, конечно, может привить такой. Мастер, как заслуженный деятель искусств России Валерий Николаевич Священко. Кстати, Анапа для него город с богатыми возможностями культурного развития. Моя вся деятельность на поприще искусства связана с этим городом. Я даже, мне кажется, и получил звание заслуженного деятель искусств России в тот день, когда здесь был большой праздник, как в Синьоке Анапа. И все очень многие праздники, которые были здесь и на стадионах, все связано как бы с моей жизнью, с моим творчеством, с моей работой. Поэтому Анапа потрясающий город. И почему именно здесь и хорошо, что именно в театре, в этом театре, где был Дом культуры, я помню, такой разваленный, стал прекрасным городским театром. После занятий краснодарские актеры в качестве еще одного мастер-класса дадут концерт. Австралийский скульптор Джеймс Корбитт прославился на весь мир умением превращать отслужившие свой век автозапчасти в произведения искусства. Мастер, умеющий превратить лом в произведения ландшафтного дизайна, живет рядом с нами на хуторе «Красный курган». Лариса Басова познакомилась с уникальным талантом. Домашний музей Фурката Бачибаева расположен в гараже рядом с домом, потому что работа по созданию таких экспонатов шумная и хлопотная, с металлическим хламом и сварочным аппаратом. Никогда не был сварщиком, взял в руки держак сварочного аппарата и решил отремонтировать лопату. Получилась физиономия «Горянки». По-моему, все-таки «Горянка». Имени у нее нет, никто ее никак не назвал. Ну и Лихаби до начала пошло, поехало. Только присмотревшись к экспонатам, можно увидеть, что они действительно собраны из металлических отходов, вещей, отслуживших свой век. А пропорции животных, птиц соблюдены и получились натуралистично. Хотя автор не имеет специального художественного образования, он учитель русского языка. Невозможно назвать отходами вещи, которые пробуждают фантазию человека, как это случилось с Фурхатом. Сначала он находит предмет, а затем уже получает видение, что из этого можно сделать. Так родилась птица-феникс из пустого снаряда. Птичка из полой гранаты. Гвозди превратились в ставшие дыбом волосы. Зубы из подшипников смотрятся, как настоящие. У барана рога из сенокосных коз. Баллоны для заправки кондиционера послужили островом майского жука. Центр этой необычной экспозиции – лошадь. Удивительное дело – сломанные ложки, запчасти мясорубки, остатки сельхозтехники, велосипедные цепи. Мастер сложил фантастическую и вместе тем вполне реалистичную фигуру. Размеры снимал рулеткой с живой лошадки, которая бегала у нас в Анапском районе. Она и до сих пор жива, дай бог ей здоровья. Железным творчеством Фурхат Бочебаев занимается два года. Утилитарные скульптуры сделал совсем недавно. Например, ладья открывается и становится мангалом. Друзья спрашивают, а для чего ты это все делаешь? Ну вот, теперь хочу показать, что вот с помощью этой садовой скульптуры можно еще и мясо испечь. То есть это одновременный мангал. Ну, мангал, мне кажется, тоже должен быть красивым. Вечным мангалом может служить пуленепробиваемый бак для заправки танков, ставший к тому же туловищем оленя. А некоторые вещи, найденные в металлоломе, Фурхат не переделывает, просто хранит как музейные экспонаты. И они того стоят, как эта табличка позапрошлого столетия или весы с клеймом завода царских времен прошлого столетия. Свечной фонарь с клеймом Санкт-Петербургского завода тоже столетней давности. Весь металлолом, который идет на мои изделия, я собираю в основном по пунктам приема металлолома. На самом деле это клондайк. Там такие вещи уходят в переплавку, что просто, как говорится, сердце кровью обливается. Вещи, видевшие войну, вещи, видевшие революцию, вещи, видевшие людей, которых уже сотни лет нет в живых. А мы все это выбрасываем, мы проходим мимо. Редко кто из тех, кто работает на пунктах приема металлолома, может отложить или просто обратить внимание. Для них это просто средство заработка. Все это уходит мимо. Жалко. Пока с этой интересной и познавательной экспозицией знакомятся только соседские ребятишки. Но она могла бы стать украшением ландшафта, сада, парка, сквера и достойной галереи. Продолжаем выпуск. В детском саду «Звездочка» прошел открытый урок для дошкольников. Малышам рассказали о правилах безопасности и поведения при пожарах. Подробности занятия в сюжете. Огнетушители с бумаги, бумажная пожарная машина и целый комплекс на тему профилактики пожаров. Творческие работы воспитанники детского садика «Звездочка» готовили дома с мамами и папами. А в детском саду репетировали сказку, учили стихотворения, примеряли роли. Однажды на полянке, на солнечной лужайке Собрали зверя дружно весну красну встречать. Лесные жители для забавы развели костер. От ветра пламя разгорелось, и от дерева к дереву лес заполыхал. Бригада пожарных спасла лес и всех его жителей. Спасатели провели урок, объяснили детям правила пожарной безопасности. Играть со спичками запрещено, разводить костры в лесу тоже. И кого звать на помощь, если начался пожар. Занятие прошло максимально эффективно. Дошкалята узнали правила поведения и какие последствия бывают от беспечного обращения со спичками и огнем. В Центре культуры Родина прошел смотр-конкурс авторской песни под названием «Голос Победы». Состоялся конкурс в рамках 48-го краевого фестиваля «Искусств Кубанская музыкальная весна», посвященного Году культуры. В вокальной ансамбле хоровые коллективы сольные исполнители участники конкурса. Вокальному ансамблю «Тет-а-тет» Дома культуры села Цабанабалка в этом году исполняется 4 года. Когда начинали, в составе было три вокалиста, сейчас 12. «Тет-а-тет» – неоднократный победитель лауреата конкурсов и фестивалей. И к этому конкурсу готовились серьезно. Отрабатываем каждый куплет, каждый припев. У нас три раза в неделю репетиция. Тем более мы все люди работающие. При всей занятости мы все равно стараемся собраться, порепетировать, чтобы донести радость людям. Нас любят, нас слышат, и мы очень гордимся этим. Смотр-конкурс «Голос Победы» проходил в номинациях «Народное эстрадно-академическое пение». Критерии оценки – артистизм, художественный уровень, исполнительское мастерство участников, самобытность репертуара, сценическая культура. Проводится в рамках регионального фестиваля искусств «Анапская музыкальная весна». В этом конкурсе приняли участие вокальные и хоровые, соответственно, коллективы, учреждения культуры, муниципального образования, город-курорт Анапа. На сцене Центра культуры «Родина» выступило более 20 коллективов и солистов. Исполнили по две песни на военную гражданскую темы. Пусть салюты гребят, пусть салюты круга, Пусть на солнце салюта горят. Все участники конкурса получили дипломы. Главный приз победители лауреаты получат 1 мая на галоконцерте регионального фестиваля искусств «Анапская музыкальная весна-2014», посвященного Году культуры. Подведены итоги конкурса «Стих на табуретке». Победители конкурса в двух номинациях получили главные призы – планшетные компьютеры. И всех без исключения участников ждут утешительные призы от магазина «Оранжевый слон». По условиям проекта участники рассказывали два четверостишия на темы «Моя мама и мой папа». Анна Радкевич со стихотворением про маму набрала самое большое количество просмотров – 646. Ане всего три годика. Она уже побеждала в фотоконкурсах. В таком проекте участвовала впервые и победила. «Я очень рада, очень-очень». В номинации «Мой папа» лучше стала Алиса Власова. 505 зрителей посмотрели ее видео. Алисе 8 лет. Четверостишия на конкурс выучила за полчаса и победила. Брат Алисы Матвей тоже участвовал в проекте «Стих на табуретке». «В этом конкурсе мы выиграли главный приз в категории про папу «Стих» и поощрительный как участники. Мы почти во всех ваших участвуем в конкурсах. Как только будет новый конкурс, мы к вам». Директор телерадиокомпании «Анапа-регион» Роман Беленко вручил победителям главные призы в студии. Все участники проекта получат утешительные призы. Наборы для лепки, рисования, дизайна и декорирования. А спонсоры – сети магазинов для детей «Оранжевый слон». С помощью этих наборов дети сами могут сделать игрушку, свои мечты или собрать модный комплект бижутерии. Оригинальные подарки для творческих детей. Следите за нашими конкурсами, участвуйте в проектах канала «Анапа-регион» и побеждайте. В «Анапе» продолжается престижная многодневная велогонка «Гран-при Сочи». Прошел третий этап – индивидуальная гонка на 22 километра в городе-курорте. Гонщик континентальной команды «Итера Катюша» Дмитрий Косяков занял третье призовое место на этапе, уступив 33 секунды победителю этапа Александру Евтушенко из команды «Вертолеты России». Второе место занял гонщик профессиональной команды «Русвелла» Ильнур Закарин, уступивший победителю 28 секунд. Для команды «Итера Катюша» призовое место третьего этапа – уже третий подиум в нынешнем сезоне. Напоминаю, в субботу 5 апреля на Театральной площади пройдет День здоровья. Консультации проведут краевые врачи в поликлинике и в мобильных точках. Начало акции в 10 часов. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. Субботу 5 апреля в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем 8-10, ночью до плюс 6 градусов по Цельсию. Ветер переменный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме – 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – 7 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин